Строительство жилья Гомельская область на первом месте в Беларуси. План до конца года 450 тысяч квадратных метров. Из них 280 тысяч возведено. Строительные планы на следующий год еще более масштабные. Председатель Комитета по архитектуре и строительству Гомельского облсполкома Андрей Барановский поделился ими с нашим корреспондентом Мариной Джалой. В этом году 100 тысяч квадратных метров построенного жилья предназначено для семей, имеющих право воспользоваться условиями 240-го указа. Это достаточно значительная цифра. За ней возможность многим многодетным и малообеспеченным семьям получить свою квартиру. В планах на будущий год удвоить это количество. Дома должны будут появиться в каждом районе области. Кстати, многоэтажки для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, построят и на крупных улицах Гомеля, например, на Барыкино. Один дом мы вводим, следующий год дом будем закладывать. И приступили к проектированию дальше, за Гомельскую. То есть этот весь участок мы планируем под 240 указ для нуждающихся. Всего в советском районе Гомеля за несколько лет возведут около 40 домов. Достроят 59-й микрорайон, Шведскую горку. Новые многоэтажки также появятся на улицах Чкалова и Быховской. Продолжится строительство жилья на Федюнинского. Там появится 5 домов для малообеспеченных граждан. Строят и на улице Докутович. В следующем году здесь сдадут 2 дома. Всего по плану их будет 5. Точечно застраиваться будут 96-й и 104-й микрорайоны. Последний, кстати, уже на 95% готов. Осталось несколько домов. А в 96-м еще есть свободные площади. Расширится и 18-й микрорайон. 104-й у нас идет для 240-го указа для нуждающихся. Но мы в этом году поэтируем дом. И не исключено, что он будет для нуждающихся, тех, которые попадают под рамки 240-го указа. Значит, микрорайон 96-й. У нас остаток микрорайона порядка 70 тысяч. Значит, микрорайон рассматривается как для нуждающихся. Но какие-то будут либо под 240-го, либо нет. Уже будет определяться в рамках сущной ситуации. Чтобы жилье стало более доступным, активно развивается долевое строительство для тех, кто не имеет права воспользоваться указом номер 240. До конца года к продаже будет готово около 1800 квартир. Половина из них в Гомеле. Далее по объемам следуют Мозырь, Жлобин и Светлогорск. Например, в Мозыре в этом году построили 43 тысячи квадратных метров жилья, в том числе 14,5 тысяч с долевым участием. Это на 35% больше, чем в 2017. Тогда было построено 382 такие квартиры. В этом 516. Долевое строительство жилья пользуется спросом. В целях удовлетворения этого спроса мы разрабатываем задельные проекты, которые начнутся в своей реализации в 2018 году, с вводом в 2019 году. Это позиция номер 34 в районе магазина «Апельсин». Дом из мелкоштучных материалов. Генеральным подрядчиком, по которому выступает Мозырь «Промстрой». Это дом КПД позиция номер 21. Это большой дом, но он реализуется, он долевой, но для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Реализуется в рамках указа президента номер 240. Также мы планируем строительство дома по улице Мира. Это 18 дроп 1. Тоже на принципе долевого участия. И в микрорайоне номер 7 города Мозыря планируется два долевых дома крупнопанельного домостроения. Заинтересованы в возведении домов на коммерческой основе и в небольших райцентрах. В 2019 году в Гомельской области планируют построить свыше 40 таких домов. А это около 4000 квартир. В нашего региона очень высокий показатель. Причем стоимость квадратного метра приемлемая. В Гомельской области сохранена тенденция, скажем так, регулятора стоимости квадратного метра. Мы ориентируемся на те задачи, которые ставит глава государства, чтобы стоимость квадратного метра не превышала уровня заработка населения. Поэтому у нас, скажем так, если это город Гомель, здесь жилье долевое от 1200 до 1400 в среднем стоит. Если касаться региона, то, допустим, Светлогорск, там на сегодняшний день есть возможность уже у граждан приобрести жилье порядка 780-790 рублей за квадратный метр. В ноябре правительство представит президенту предложение по развитию строительной отрасли. До этого времени межведомственная рабочая группа подготовит ряд правовых актов по совершенствованию строительного комплекса. Основными целями на период до 2025 года будут внедрение технологии информационного моделирования, наращивание объемов жилья для многодетных семей и индивидуального жилищного строительства. Марина Джалая, Василий Осипцов. Новости недели при поддержке телеканала «Мозырь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова